Здравствуйте, дорогие зрители! Это последняя программа в новом году. Новостей не особенно много, но они интересные. Так что усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь слушать. Пресса не отстает от Рафаэля Амайя и продолжает копаться в его нравах и обычаях, желательно вредных. Так вот, наш герой тратил 2000 долларов в неделю на кокаин. Кроме того, он пристрастился к сексу с самыми разнообразными женщинами, включая случайных знакомых и проституток. Каков? Кто бы мог подумать? Ну, пишут, что таким образом он хочет забыть о бывшей невесте, Ангелике Силая, и поэтому пустился во все тяжкие. Ну, интересно, что случится быстрее. Рафа забудет Ангелику или Телемунда, утомившись разгребать многочисленные скандалы, определит парня полечиться. Она уже неоднократно делала это в прошлом с другими актерами. Еще один любимец публики на всех парах несется к реабилитационной клинике. Мы имеем в виду Луиса Мигеля. Солнце Мексики. Так вот, он был вынужден отменить концерт, так как был не в состоянии петь. Да что там петь? Он и стоять не мог как следует. У певца развилась сильнейшая тахикардия, и концерт пришлось прервать через 15 минут после начала. Оказывается, его очень умный менеджер подал Луис Ми блестящую идею нюхнуть кокаина для бодрости и запить все это спиртным. Публика была в ярости. Ну, сами подумайте, потратить деньги на не самый дешевый билет и увидеть смертельно пьедого мужика на сцене. Ну, для этого можно было и в ближайшую певнуку заглянуть. И, кстати, совершенно бесплатно. Еще одна новость у нас из разряда, очевидно, невероятная. Шерлин обвинила мужа в пьянстве и сокрытии от нее факта нетрадиционной сексуальной ориентации. Мексиканская пресса даже напечатала душераздирающие подробности, как она застала мужа с другим мужчиной в постели. Ужас. А через несколько дней в интервью People Espanol Шерлин все дезавуировала и сказала, что пока она и ее муж не сделают официального заявления, прессу просят не беспокоиться. Зато месяц ее имя со страниц журналов и газет не сходило. А может быть, этого она и добивалась? Кто знает. Вы спросите, а что-нибудь хорошее в этом месяце было? Ну, как же было? Вот, Жаклин Бракамонтес ждет третьего ребенка. Ей так понравилось быть матерью, что она таки решила не останавливаться на достигнутом и родить себе мальчика, потому что две девочки у нее уже есть. Еще одна новость из этой же серии. Хорхес Алинос и Елизабет Альварес показали первое фото своих близнецов. Ну, хотя ничего особенного на нем не видно, фото все равно очень милое. Поздравляем! Марленни Фавеллу видели в дорогущей клинике, занимающейся вопросами планирования семьи. Пресса тут же сделала выводы, что Марленни хочет стать матерью. Хотя официально она не замужем. Ну, сами понимаете, вывод, конечно, дорогого стоит. Что может делать женщина в клинике, которая планирует, так сказать, беременность? Ну, ясное дело. Хочет стать матерью. Процедуры в этой клинике стоят от 40 тысяч до 500 тысяч песо. Ну, дороговатенько может быть. Ну, а почему нет? Марленни прилично зарабатывает и может себе позволить многое, включая рождение ребенка. Хватит у нее средств и воспитать этого ребенка. И воспитать его, заметим, неплохо. Эва Лангория и ее жених Пепе Бастон обручились в Дубае. На церемонии присутствовало 20 самых близких друзей пары. Ну, совсем немножко, можем так сказать. Потому что, судя по всему, друзей у Эвы очень много. Это будет ее третий брак. Надеемся, на этот раз он будет продолжительнее, чем два предыдущих. Ну, напомним, что она была замужем два раза. Первый брак продолжался два года, а второй четыре. Еще одна новость очень интересная. Анна Курникова была замечена с огромным обручальным кольцом на пальце. Из чего и пресса, и публика сделали вывод, что сбылась мечта идиотов, в смысле публики и фанатов Анны и Хорхе, и, сори, Энрике, и Иглесис все же женится на ней после 14 лет отношений. Хотя, хотя, как знать, эта пара столько раз публику за нас водила, что надо бы подождать и посмотреть, чем все-таки это все закончится. Может быть, это просто очередной развод, так сказать, и публики, и прессы, и фанатов, и кого там только они не разводили уже. И еще одна новость из серии «Не может быть». Литовская пресса напечатала ряд статей об обручении Мариуси Мару и литовской модели Деймонте Андрюшкайте и напечатала фото. Согласно изданию «Литуус Ритас» пара обручилась в Вильнюсе в очень тесном кругу друзей и родственников. Сказать, что мы удивились, это слабо сказано. Нет, нам девушка очень нравится, ей 23 года, она модель, она очень много работает в Европе, в частности, в Париже. Учится в Кауновском техническом университете, с чего мы делаем вывод, что она не только красивая, но и умная. Чтобы поступить в такой университет, она должна была иметь достаточно высокий проходной бал. Но удивляемся мы другому, вот как Симару удается так скрываться от посторонних глаз? И где он умудрился встретить нашу литовскую красавицу? Очень многие говорят, что может быть это все неправда, может быть это постановочные фото. Ну не знаем, не знаем. То, что это правда, подтверждает фото в его собственном инстаграме. И отзывы соотечественников Деймонте, которые очень довольны. Ну а кто бы был недоволен на их месте, как вы думаете? Да уж умеет, товарищ, настроение публики поднять. Поздравлять пока не будем, постучим по дереву, но пара удивительно красивая. Будем держать кулаки, чтобы все подтвердилось. Деймонте, вся литва за тебя, валё! В смысле ура. Ну вот, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.